так для шивок широкого звука нажимаете и ширитель двигайте вперед до конца ширина обрезки нож можно чуть-чуть подтянуть правую нить правом петлителе потому что чашка у него наверх и еще на двоечку а теперь на вниз убежала много покрутили ставим не единичку не 2 1 1 1 все нормально так заканчиваем сейчас покажем как узкий так нож включим влево до конца у меня был выход смотрите чтобы нож не касался лапки на ягуарах нож давит на лапку лапа смещается на себя до конца до буквы r не так вот тут что борется чуть-чуть там пружинка начинает давить до конца на его дело в том что когда у вас выдвинуть ширите вперед ну в общем смотрите отодвинулись ширители крутите нож влево он не прекратит идти влево идет влево все прекратила уйти прекратили крутить соответственно вот мама у меня гуманная сказать что вся необходимая реабилитация готова что мы хотели можно сделать урок еще уже затягивая нити решайте аккуратнее чтобы делать микро верлок вы снимаете левую глухите правой иглой затягивайте нити до тех пор пока не начнут рваться и не пойдут пропуск из стежка можете тянуть 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 решать и очень аккуратно не поломать иглу окончание иглы 70 75 машину не ставить они гнутся и ломаются и ломают машину с 80 90 паху очень девяносто что вы создавали меню такой вот он уже узенький стал красота я все не натягиваю же заправлять машину не хочу так что нам нужно время терять ага утра да нет что ты не готова заслониться максимальный стежок максимальный стежок максимальный стежок а верлоки не предназначены для толстых тканей нет конечно минимальный стежок естественно у тебя ха будет некрасивая ага есть R закрутка вот на ней это минимальный стежок подъем в номерах поглорите по 3 до 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 Ваши фамилии, пожалуйста. А, я помню, да, помню. Помню, помню. Так, в общем, тройка. Формальная длина. В приоритете ослабления нити и ненатяжения. То есть, если у Вас утяжка ушла наверх, то попробуйте сперва ослабить левую нить. Если она уже на нулет, тогда тяните правую, как бы в нашем случае получилось. Ага. Натяжение нитей, иглы. Правая ноль, левая два. До тех пор, чтобы не было узелков. К примеру, поставим левую ноль, правую ноль. Сейчас вы видите, как изменится картинка. Нам надо мастер-классы сделать на ютубе свое это. Мне некогда такой ерундой заниматься. Мне хватает работы по ремонту машин, да. И поверьте, я оплачиваю побольше, чем. Идет мастер-классы. Видите, были ли петли левой иглы. Ага. Правая осталась нормально, а она и была на нуле. Ставим на денежку. Итоги есть. Для того меньше. А чего это так хрень стоит? Меньшеная еще есть. Ставим двойку. и теме все красиво утяжка должна быть на срезе материала при помощи этих двух регуляторов мы и объявляем ее положение сегодня есть такое понятие как флэт лог то есть вам покажу что происходит самом деле производстве называется брак ручки сегодня это не утяжки вот куда она ушла я ним еще она вообще должна сомкнуться у вас должен быть жестким не вот не вот такой вот уже нить иглы начала выступать затягиваем ее то есть нету нет этой середины как будто подвернулась до немножечко туда да вся нагрузка на одну нить вторая нить вообще спрятана не участвует в общем это ненадежная строчка то есть это как учился как брак но теперь это как модный этот теперь это модель название чтобы придумать новую строчку и разрекламировать свою машину ясно люди конечно думают что это новая функция на любительском я когда покупала я прочитала здесь намного всяких отзывов это много парней которые перед мы своим мамам купили это все так просто она там я купила что по сравнению со швейной машинкой но это мягко говоря не просто вы звоните потому что машина очень сложно сегодня продаются не машины а продаются полуфабрикаты и купи еще и отрегулируй на демастера тоже по свой счет продает натягивают нити 4 5 хотя этого делать не надо потому что это все натяжение нити она сборит материал садит вот такой тонкой ткани и вот так сборит на сходе всегда скорость снижайте сильно не натягивает если хотите поменять нити обрезайте подвязывайте новые с нитями петлителей проблем нет вообще что узелок проходит через ушки петлителя ники игру когда подходят нити обрежьте узелки и уже заправьте да и чтобы протянуть натягивать если хотим цепочку крутите от себя вот у нас пошли четыре нити ухты и вы даже не боитесь так тянуть когда правильно заправили вытянули сетью проверили что они идут нормально потому что вы просто заправить не ставите в иглу бросить их и взять рукой материалы начать шить это опасно нити должны быть вытянуты очень опасно опускаем лапку и крутим должна пойти цепочка цепочка пошла на педаль нажимайте это делать только вручную споднятая лапку дает цепочку не забывайте закрывать крышку не поранится никуда не понимаю но можете поднять положено подставить материал под нож начинайте сюда медленно если все идет нормально тогда уже можно уберите его масет или его дернуть и у вас там и сиялутся и скалутся и все еще и вот так чем медленнее едем тем меньше последствия вот тем меньше вероятно тем менее печальный последний у вас была поломка удар иглы правую несущую иглу на игольной пластине сломалась она каленая я заменил на иглу из пружины она будет ну в общем избегайте поломок иглы и когда меняете иглы лучше снимите лап поконтролируйте чтобы ваша новая игла попадала попадала в эти вилочки игла может быть погнутая особенно старые советские запасы которые бумажник который у всех во множественном количестве еще такие погнутые только пластмассовых коробках вот тех все я покупать орган у меня мама накупила как эти индийские помните раньше орган то есть индийская фирма значит и у меня еще те запасы если они не пластмассы коробочках их сразу вы выкидывайте хорошо потому что они будут использовать на простой машинке там ничего не станет с ней тоже станет поломка иглы это всегда где-нибудь все не состоит там может быть не утяжка не утяжка однажды игла поломалась и мне прям рядом с глазом воткнулась поэтому я очень боюсь этого я это все знаю хоть очки покупали на производстве увиделся вся как обывало да и по две иглы в пальцы и ужас и вы разбиты нити притягивателя оху ну да шьют сейчас нити притягиватели прячут корпус машины однако при заправке пользователь не видит нитка попал куда-то а вводит и все а ее надо ввести поднять его верхнее положение еще и потянуть что пришло так там так так столик шнур крышки а две крышки да две крышки две крышки две крышки а а и а а так все заправку Все наблюдайте по схеме. Самое неприятное, когда нитку обрывается и потом начинаешь ковыряться. А скажите, а вот заправлять нужно в определенной последовательности или можно по идее в разных этих? Удобнее сперва заправить правый петлитель, потом левый, потом идет правая игла. Проводится, потом также проводится левая. Здесь на пересечениях левый и правый петлитель, левая должна лежать на правой. То есть сверху. То же сочетаем, слева направо, сверху вниз. Так и тут, в принципе, левая сверху направо.